Страшное уравнение, тоже олимпиада 11 класс, где сразу может показаться невозможным найти x и y, при которых равенство будет выполняться, так как у нас есть две переменных, всего лишь одна строчка, это даже не линейное какое-то уравнение. Самая важная формула, которой здесь нужно пользоваться, это формула сокращенного умножения, а именно a2 плюс 2ab плюс b2, это квадрат суммы. Например, если мы посмотрим на y квадрат плюс, я специально напишу двойку вот таким вот образом, 2 умножить на y и умножить на 1 деленный на y, то есть это единичка, потому что 2y сокращаются друг с другом, и плюс 1 деленный на y квадрат, это как раз и будет вот эта запись. И можно ее превратить в y плюс 1 деленный на y в квадрате, то есть получается левую часть уравнения можно было бы превратить в y квадрат плюс 2 умноженное на y умноженное на 1 деленный на y. Теперь, так как мы двойку добавили, мы должны отнять и четверку, и эту же двойку, то есть они компенсируют друг друга. Теперь, по поводу правой стороны, точно так же можно будет записать минус в скобочках x квадрат минус 4x, и вот сюда, если по этой формуле нужно добавить до полного квадрата, это именно четверочку, а значит дальше, если мы добавим 2, то в итоге получится плюс 6. Для чего это все делается? Здесь получается полный квадрат, дальше пишу минус 6, равно, это будет минус, здесь в скобочках тоже будет полный квадрат, x минус 2 в квадрате, и потом еще плюс 2. При раскрытии скобок мы получим тут минус x минус 2 в квадрате, и минус двоечку, так как минус плюс 2. Теперь вот этот квадрат можно перенести в левую сторону, то есть будет y плюс 1 деленный на y в квадрате, плюс x минус 2 в квадрате. Эту шестерку перенесем сюда, и получим 6 минус 2, то есть 4. То есть видно, что сумма двух квадратных чисел будет равняться 4. x минус 2 в квадрате может быть любым значением больше либо равно 0. То есть если захотим создать 0, подставим x равно 2. Если захотим, например, получить 100, подставим x равно 12 или минус 8. А вот то, что написано здесь внутри, оно обязано быть больше либо равно 4. Объясню почему. То есть y плюс 1 деленное на y, докажем, что больше либо равно 2 для положительных значений y. Если мы все умножим на y, получим y в квадрате плюс 1, больше либо равно 2y. И где можно перенести 2y в другую сторону, получим y минус 1 в квадрате больше либо равно 0. То есть это выполняется, значит это, значит и это. А значит для отрицательных y это будет наоборот. То есть y плюс 1 деленное на y будет меньше, чем минус 2. То есть получается, вот этот квадрат, он больше либо равен 4. Может для упрощения сотру все. Здесь больше либо равно 4. Здесь больше либо равно 0. А значит для того, чтобы получить 4, нам нужно взять минимальное значение. То есть x обязан быть 2 для того, чтобы получить этот 0. А здесь двойка получится только в случае, если y равно 1. Или же минус двойка в случае, если y это будет минус 1. И поэтому есть два решения. 2 1 и 2 минус 1.